Проводим снежную и морозную зиму вместе. 13 марта в 12.00 часов в Петропавловске на площади у Стелла Независимости пройдет народное гуляние «Широкая Масленица». Горожан ждет концертная программа и игры, спортивные состязания и, конечно же, праздничные угощения. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Масленичная неделя подходит к концу. Началась она 7 марта. Этот народный праздник сохранился у славян с языческих времен. Традиционно мы провожаем зиму и встречаем весну. В это время пекут блины, ходят в гости к родным и друзьям, катаются на санях. А в последний день Масленицы сжигают чучело зимы и организуют большие народные гуляния. В Петропавловске они пройдут 13 марта на площади перед Стеллой Независимости. В программе праздника русские народные игры, различные спортивные состязания и соревнования на приз, такие как лазание по столбу, бег в мешках, перетягивание каната. Праздничный концерт начнется в воскресенье в 12 часов. А еще на главной улице Петропавловска пройдет масленичная ярмарка. Здесь можно будет отведать традиционных праздничных угощений, меда, попить чая и самовара. Прикупить гостинцев для своих родных. Кстати, всю неделю североказахстанцы пекли блины и готовились к проводам зимы. Пекем и в гости приглашаем также. И мы ходим в гости. Каждый раз, как праздник, как проводы весны, мы обязательно ходим. Мы же родились в Советском Союзе, поэтому также приветствуем этот праздник. Выходим, концерты смотрим, выступления. Поздравляю всех казахстанцев с праздником масленицы, с проводами зимы. Желаю всем мирного неба. Последний день масленицы – это прощенное воскресенье. Время, когда православные христиане просят друг у друга прощения, чтобы с чистой душой приступить к началу Великого Поста. Светлана Дроздецкая, Алена Подласова, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК.